Добрый вечер. Здравствуйте. Как ваши дела? Нормально, только эхо идет. Как идет? Эхо. Сейчас лучше. Я ничего не сделал. У меня вроде не было с этим проблем раньше. Может быть, вас потише надо сделать? Может, так будет лучше? Да, сейчас получше. Отлично. Что обсуждаете в рулетке сегодня? Слушайте, пока ничего такого не успел. Только рассказал Латышу о России, потому что не планирует сюда переезжать. Не знаю, насколько. Убедил его в ту или иную сторону, но постарался рассказать так, как оно есть на самом деле. Ну а как вы думаете, сегодня стоит переезжать в Россию? Это субъективное мнение каждого. Мне тут хорошо, а кому-то, может быть, не очень. Вы же понимаете, что если ты не нужен в своей стране, нужен ли ты в другой стране? А что значит нужен? Если ты ничего не умеешь и не приносишь пользы своей стране, почему ты нужен в другой стране и не принесешь ей пользу? Вопрос тогда такой. А вот есть люди в России живут, да? Нормально зарабатывают. У них есть достаток какой-то, да? Но они все равно уезжают из России. Почему? Считаю, что где-то лучше. В чем? Если они приезжают в другую страну, у них там нет, скажем, начальной базы, им нужно заново все начинать, им нужно что-то делать? Ну, я не знаю, почему они уезжают. Они здесь достигли того, чего могли достичь, почему они уезжают, мне не очень понятно это. Ну а как вам кажется, сегодня Россия это какая страна? Великая, очевидно. А в чем величие страны заключается? Ну, я не знаю. В ее потенциале, наверное, к развитию, в том, что в ней происходит. Потенциал в развитии – это величие? Ведь величие основывается на том, что уже есть или что свершилось, а не на том, что может быть. А что есть? Ну, хорошо. Первое место в мире по экспорту пшена и всякого, как это называется, сейчас скажу, химии для обработки зерен и пассива, всего прочего. То есть, Россия… Ну, сейчас давайте поспорим по этому поводу. Во-первых, именно добыча всего этого происходит не только потому, что такая Россия великая, а потому что Россия часто использует западные технологии, которые позволяют ей это сделать. Согласен со мной? А другие страны мира так не делают? Нет. Мерседес собирает только Германия? Или, может быть, в Шевроле собирает только… Нет, нет. Смотрите, это очень разные понятия. В России зерно, вот земля уже есть. То есть, вы говорите о том, что Россия великая, ее территория, правильно? Вот у нее есть территория, так исторически сложилась у России, и за счет того, что у нее есть эта территория, она автоматически становится великой, потому что можно добывать зерно, потому что можно добывать нефть. Мерседес – это технология, которую придумали люди из ничего. Немцам не нужно было говорить о том, что у меня есть какой-то кусочек земли, где я могу добывать, например, нефть или зерно получать для себя. То есть, человек что-то сделал интеллектуально в своем развитии и дал миру что-то, что позволяет сегодня всему миру ехать на машине и так дальше. То же самое это касается телефонов, компьютеров, разработок каких-то, добыча нефти, например. В России нет таких машин, которые позволяют глубоко заходить в недры земли для того, чтобы добывать нефть. И вот Россия использует западные технологии. Простите, а энергию Германия берет откуда? Энергию какую энергию? Энергию чего? Электричество, электричество для того, чтобы заводы работали. Рассказываю. У Германии есть свои, во-первых, атомные электростанции, но так как мир развивался, Германия в свое время отказалась от некоторых разработок и закрыла некоторые свои ядерные электростанции, потому что есть поблизости России. Все, по-моему, если я не ошибаюсь. У Италии нет, у Италии нет, потому что она отказалась от ядерных электростанций, потому что сегодняшний мир движется так быстро вперед, что постепенно-постепенно, в принципе, можно будет это заменять на какие-то альтернативные источники делать. Сегодня, например, машины едут уже без бензина. Как вы знаете, во многих странах сегодня есть солнечные батареи, которые позволяют человеку сегодня не использовать вот эту вот энергетику, которая пользовалась успехом в 19-20 столетии. Поэтому сегодня мир вот такой, какой он есть, с развитием, с тем, что человечество делает технологии. Вы знаете, ну, вынуждены с вами не согласиться, к сожалению, вся вот эта экоистория показывает, что она пока еще на сегодняшний день не способна к существованию, и перспективы, честно говоря, весьма печальные. Даже великий Илон Маск, который придумал свои крыши, солнечные батареи, проще говоря, даже у него это не сработало. Как тебе сработало? Вы знаете, что в Калифорнии сейчас все новые дома строятся, то есть это законно уже, все новые дома строятся на солнечных батареях, я имею в виду, не используется другое. Люди переходят сами. Сегодня, например, такие штаты, как Аризона, Калифорния, Лас-Вегас, люди в своих домах ставят солнечные батареи, потому что это, а, дешевле, а во-вторых, это намного проще и лучше. А какова стоимость крыши этой? Это не надо крыши, ты ставишь себе, есть такие, есть, например, панель, а Илон Маск, он построил именно крыши. Так вот, панели ты можешь построить себе за 30 тысяч, например, долларов, это стоит, но она ждет стоимость дома, это вставляется. С 30 тысяч долларов, а сколько стоит киловатт один в Америке электроэнергии? Вы хотите сказать, это все равно дешевле. Я вам сейчас скажу одну вещь. Нет, киловатт один, вы мне скажите сколько? Надо посмотреть, я не помню, потому что я знаю, я вам сейчас скажу точно, одну секундочку. Давайте, давайте. Ну, просто, чтобы вы говорите, это дешевле, я вот 30 тысяч долларов стоит панель, правильно? Сейчас я вам скажу. Я пока загуглю, сколько киловатт расходует дом в год. 0,13, сейчас, средняя стоимость киловатта в США составляет 0,12. 0,13, да. Смотрите, электроэнергия в Соединенных Штатах, вот сегодня, на сегодняшний момент, те люди, которые имеют солнечные батареи, они платят 0. Некоторые платят там, условно говоря, 100 долларов, если они ставят мало панелей этих. А если вы поставили достаточно панелей на свою крышу, то вы платите 0. А некоторые люди получают еще от компании возврат за электричество. Вот смотрите, примерно дом от 800 до 1600 киловатт-часов ежегодно. Ежегодно, то бишь. Ну, возьмем, давайте, среднюю. Ну, давайте, я вам скажу, потому что у меня были и солнечные батареи, и я жил в обычных домах, где мне нужно было платить электричество. Вот там, где нужно было платить электричество, условно говоря, да, ты платишь, если ты живешь в доме, ну, где-то 1500 скверфит или 2000 скверфит, то у тебя получается примерно 350-400 долларов в месяц ты платишь за электричество. А если ты поставил себе панели на крышу, то тебе может стоить максимально 100-120 долларов, а если так поставить больше этих панелей, то тебе будет стоить 0. Вот я платил, у меня был момент, когда у меня был дом с панельными крышами, я платил за электроэнергию 12-13 долларов в месяц. Именно поэтому сегодня многие американцы ставят себе панельные вот такие вот солнечные батареи, потому что это а, дешевле, а второе, это продуктивнее и лучше. Вообще человечество движется все равно к прогрессу, оно всегда движется в прогрессе. Ведь еще недавно, если вы помните, когда говорили о жиженом газе, да, Россия заявляла, это будет очень в будущем, это будет не скоро, это будет еще надо ждать и ждать и ждать, эти разговоры о том, и это вообще не выгодно, это вообще не будет, а уже сегодня ходят жиженый газ, правильно? С одной стороны на другую сторону и так дальше. Поэтому человечество, в принципе, движется в прогрессе своем, к лучшей жизни. Я полностью с вами согласен, но просто, ну, я просто считаю, что за электричеством не будущее, типа, ну, на сегодня, ну, я считаю, что водород, вот уже там есть автомобиль у Hyundai на водороде, это как-то... Вы когда-нибудь ездили? Вы когда-нибудь ездили в Тесле? Машина Тесла? Да, конечно. Вот машина Тесла, что вы можете сказать по этой машине? Очень плохого качества автомобиль. Тесла плохого качества? Ну, я ездил просто на Мерседесе S-класса и на Тесле. Я просто, ну, могу сравнить и сказать, что Тесла сделана ужасно. Ну, правда. Ну, вы со мной не согласитесь? Конечно, конечно, не соглашусь. Конечно, не соглашусь. Ну, вы же видели, какие там щели, там нет зазоров, они не знают, что такое зазор. Где нет зазоров? Вы говорите о тех людях, которые снимали машину, да, у которых были какие-то зазоры. Тесла без никаких зазоров, и все в порядке, и ничего с этим страшного нет. И машина едет 3.1 секунда, набирая 60 миль. Смотрите, как машины строились в прошлом, да, когда-то, когда только был бензин. Первые самые машины, помните, какие были? Самая первая машина. Ну, представляю, конечно, да. Это были машины, которые ехали очень медленно, которые ехали очень малый отрезок времени. А сегодня, посмотрите, что произошло. Вот то же самое происходит именно с электрическими машинами. Они в своем развитии, вот первая машина Тесла, она была, условно говоря, ехала там миль. А сегодня уже она едет 340 миль. А есть сейчас новая модель, она уже едет 500 миль. А будущее будет еще больше. А как только машина дойдет до 1000 миль, представляете, 1000 миль вы можете ехать без бензина. Все. Это называется конечное. Приехали. Так вот, у бензина нет такой возможности. У бензина есть другое преимущество. Так вот, дайте я сейчас скажу. Например, в чем разница между электрической машиной и машиной, которая ездит на бензине? Первое. А. В машине на бензине примерно на 3000 деталей больше, чем в электрической. Электрическая машина – это компьютер, а вокруг нее запчасти. В обычной машине запчасти, а вокруг нее компьютер. Представляете разницу? Вот Tesla, например, вы утром просыпаетесь, 2-3 недели проходит и говорит, поздравляем, у вас новый есть апгрейд. У вас есть вот это, вот это, вот это. Вы понимаете, что, например, в Tesla, если ты ездишь на Tesla долго, да, и ты понимаешь, что это за машина, ты педаль тормоза практически не используешь. Потому что у тебя педаль газа, ты когда газ сбрасываешь, да, то у тебя машина автоматически тормозит. Вот как машины для гольфа едут, да, вот примерно такой же. Мерседес Е класса 2010 года была именно такая же функция. Нет, это все равно не такая. Вот если вы поедете на Tesla 1, ну, потому что не такая. Я ездил и на Мерседесах, и на BMW ездил, и на Теслах ездил. Тесла на сегодняшний момент, она очень мало спортивных машин могут по скорости с ней сравниваться. Спортивных машин. Вот она на старте, когда дает, 3.1 секунда, и переключился. Как им нравится спорить в том, в чем они не разбираются. И на какой-то, если он не ездил. Это очередное вранье. Как им нравится врать. Как-то так, друзья. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я вам, как всегда, всем желаю добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok